Волгоградские ветераны 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 Мост памяти объединит в единое художественное пространство знаковые места города-героя. Своеобразными экранами, на которых будут отображаться историко-патриотические произведения, станут скульптура «Родина-мать зовет», железнодорожный вокзал «Волгоград-1», руины мельницы Гергарта, музей-панорама «Сталинградская битва» и аллеи героев. Позволит погрузиться в атмосферу Сталинграда, наиболее правдиво отобразить и показать подвиг советского народа. Мы подразумеваем, что эта центральная часть станет основным элементом и основной площадкой, которая будет предшествовать праздничному фейерверку. Зрители смогут ознакомиться с архивными материалами, боевыми листками, плакатами, стихами и письмами бойцов Красной Армии. Во время минуты молчания все локации соединят световыми лучами. Они будут символизировать мост исторической памяти, на котором встретились защитники Отечества и благодарные потомки. Понятно, что такой проект, он действительно должен нести в себе идею объединения, единственного такого хорошего патриотизма. И это должно быть очень такое мощное дело, которое должно окрелять не только жители Волгоградской области. Я думаю, что этот контент, он получит очень широкую окраску. Мы все сделаем для того, чтобы он был именно настолько качественным, чтобы это было, знаете, такой визитной карточкой России. Художественным руководителем проекта стал народный артист СССР Юрий Башмет. На заседании общественного совета при Комитете культуры Волгоградской области проект «Мост памяти» представили представителям ветеранских организаций региона. Идеи, мысли, предложения каждого из вас будут иметь огромное значение. Поэтому я очень надеюсь, что вы включитесь активно в обсуждение этих вопросов. И итогом станет достойная встреча 80-летия Сталинградской битвы на территории нашего региона. Представители ветеранского сообщества идею проекта поддержали. Такой масштабный симбиоз средств художественного выражения представят в городе герои 1 и 2 февраля 2023 года. Ветераны, естественно, поддерживают это все. И мы готовы и в дальнейшем помогать, и вносить свою посильную лепту в этом. И думаю, что опыт большой в Волгограде проведения таких мероприятий. И в этот раз это все будет на величайшем уровне, не только российского, но и мирового масштаба. Ветераны отметили, важно, что рассказ о великом сталинградском подвиге и атмосфера, созданная техническими средствами, будут отражать преемственность поколений, стоящих на защите своей Родины. Нужно в современной технике и возможностях сделать так, чтобы, естественно, жители города видели тех, кто принес нам победу. На таких объектах, как Аллея Героев, Мамаев, Курган, конечно, должно быть портретное изображение тех, кому мы благодарны за победу. Проект «Мост памяти» получил грантовую поддержку президентского фонда культурных инициатив. На его реализацию направлено около 39 миллионов рублей из федерального бюджета. Будет создана атмосфера того времени, для того, чтобы люди имели возможность почувствовать, насколько на самом деле сильный наш народ. Представители ветеранского сообщества, они дали идеи, мы собрали эти идеи и продолжаем собирать по совершенствованию этого проекта. В ходе реализации проекта будут использовать современные технические средства аудиовизуального искусства. Созданы арт-объекты для выразительного повествования о мужестве, героизме защитников Сталинграда. Подобные форматы, они привлекут внимание не только жителей нашего города, но и туристов «Мост памяти». Он будет тоже хорошо считан общественностью и ребятами, и детьми, и школьниками. Я думаю, что это будет такой пункт, который они скажут, вот, смотрите, как наш город может. Указом президента России создан Федеральный оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Сталинградской победы. Его возглавил зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Он посетил город-герой в день 80-летия начала легендарной битвы на Волге. В состав комитета вошел губернатор Андрей Бочаров. План основных мероприятий федерального масштаба утвердили в правительстве Российской Федерации. Светлана Ларикова, Роман Седлецкий. Время новостей. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, днем плюс 16 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова